ПЕСНЯ Отец наш Небесный, благослови нас на си и занятия. ПЕСНЯ Так, мы продолжаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. ПЕСНЯ У кого-то, если есть вопросы, пишите, потом будем читать. Четвертый стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Толкование. Евангелист называет Господа жизнью, как потому, что Он поддерживает жизнь всего, так и потому, что Он подает жизнь духовную всем разумным существам. И светом, не столько чувственным, сколько умным, просвещающим самую душу. Не сказал, что Он свет от них иудеев только, но всех человеков. Ибо все мы люди, так как получили ум и рассудок от создавшего нас Слово, называемся посему просвещаемыми от Него. Ибо разум данный нам, по которому мы и называемся разумными, есть свет, руководящий нас том, что должно и чего не должно делать. Вы вопрос улавливаете. Когда с человеком беседуешь, потом все понятно. Только отошел, делаете правильно. Почему? Такое, я не знал. Ну, как сейчас считали-то. Ну, я не знал. Так не годится. Примудрый Соломон говорит, Бог никого не любит, кроме живущего в Примудрости. А Бог принимает любого. Я говорю, у меня один, обратился баптист. Ну, пожилой уже, все. В серковь ходит, там, и свечи покупает. Православный настоящий. Видит всю службу, туда-сюда, туда-сюда. Осипов говорит, бесом служит, бесом. Люди приходят в храмы, пропестор, говорю, бесом служит. Толкают. Помолить туда не дает, нисколько-то. Прибежал, и скажет, бац, туда свечку прилепить, сюда. Расставки, она не понимает ничего. Уберите торговлю. Девяносто процентов суеты исчезло. Мы ничего не прибавляем здесь. И этот человек вышел и говорит на паперти. Ну, я православный. Ну, я был у баптистов. Я могу рассказать, о чем говорили. Ну, почему люди не хотят, не то что, а против, чтобы они знали. Ну, уже служба окончилась. Смещенник выходит. Братья, сестры, не забывайте, там, свечи покупайте. Не забывайте поминальники записать. В проповеди нету, а кричит, стоит. И этот человек мне и говорит, вот я смотрю. И мне такое впечатление славнится. Что этих людей Бог не избирал. А набрал, так кого набрал-то Бог-то? Один дуракой. Вот один другому задает вопрос. Скажи, ты где находишься? Я православный. Так, ты можешь назвать живых, знакомых без святых, одного хотя бы? Ну, как, мы грешники. Ну, что грешники, тут у нас все молитвы на грешники. Помилуй грешника, Господи, помилуй. Но что святые? Павел пишет, есть звоним святым. Павел пишет. А дальше пишет, у вас такое блудодеяние, о котором у извечников не слышно. Так святые или не святые? Что святые, да, и что блудодеяние, да. А как совместить? Те, которые в блудодеянии, они уже вне церкви. Они только исчислятся, ходят. А они за бортом. Грехами своими. Поэтому в церковь им нужно теперь заново проситься. Теперь им будет исправительный период. Муж или жена изменила в своей семье там 7, 8, 10 лет. За дверями. Другая вещь стоит слушание, припадание, а потом куб настоящие. То есть приглашенных из идите не выходить. Одна четверть этого срока. За один оборот 10 лет. У нас вся Россия сегодня будет грехами стоять. Я думаю, смещеннику когда объяснил, он говорит, доказать, а так, когда я должен выйти? Я говорю, сделай место, выйди на следующее богослужение, выйди, покажи пример. Богу трусливые люди ненужные, которые боятся друг друга, чтобы не было там, батюшка узнает, батюшка отлучит. Ты в рай не попадешь. Ты ищи пример, где показать свое мужество. Ищи. Ты узнал, что там будут гнать? Женщина бежит туда. Сжигают сегодня. И она высвечена бежит перед отрядом, который идет сжечь. Сжечь. Город уже знает. Диокритян дал указ сжечь, кто придет в этот храм. Это речь идет об отрименнике медийского. Женщина бежит, растрекала калитку, не закрыла, дверь настишь. И ребенку прижимают по беде. А смотрите, ты куда бежишь? Куда? А вы куда идете? Мы идем сжечь храм. Так а я буду туда, чтобы вместе со всеми быть. Церковь на небо идет сегодня вся. Но ребенка зачем? Так как его сами одному? Кто его воспитывать будет? Он со мной пойдет. Мы даже не понимаем от этого, когда я говорю. Не понимаем. В честь кого мы назвали? Ты разбери себя. Ты названа в честь Неонилы. Что означает? Бабка была одна. Она воспитала внуков своих. Они пошли на хазе. Вторая книга Маховейская, седьмая глава. Что-то записывайте. До двери не даете, уже все забыли. Вторая Маховейская, седьмая глава. Семь сыновей. Семь. И как одного за другим казнят? Уговаривают? Как они отмечают? И тогда последний. Он говорит матери, ну ты-то, ну хоть одного-то оставь себе. Она говорит, хорошо. И сама говорит ему, она правителя смотрит и посмевается над ним. Сынок. Шестеро братьев уже на небе. Я тебя очень прошу, иди, братин, не смотри на этого тирана. Этот человек Бога не знает. А ты знаешь, ты с детства воспитывался. Бабка Лаирина, мать Евника. И вера-то в тебе, Тимофею Павел пишет. И он говорит, что вы ждете? То есть готов я? Казните меня. Вот смотри. Адриан. Она только об одном заботилась. Я в прошлый раз рассказывал. Только об одном, что Адриан первого шел туда. Их занят группа 70 человек казнить. И она только заботится, что Адриана первого казнили. И ты там на небе остальных принимать будешь. У них была не умственная вера. Головного, говорит, мозгного православия. Она знала там. Когда его отпустили, он отпросился там. Или как это было? А рад подругам-то всем уже раскрезвонила. Бой-то, Андреан, я сразу же там дала деньги. Они согласились его первым казнить. Первым не выкупить, не бежать тайным ходом, не подкоп сделать. И что? А вдруг он смотрит, она, а он идет. Она мигом раз в дверь закрылась на все засовы. Он скучится. Наташа, это я. Уйди. Акая, я знала, ваша природа вся гнилая такая. Да ты завтра на небе был бы, а ты отказался. Да я не отказался. Я пришел сказать. Ты, Андреан, не уйдешь? Ты вернешься назад? Да вернуйся, мне сказали. На один час отпустили. Да ну открой дверь. Ну, кое-как открыла, так уйдешь. А на завтра она придет опять, даст денег, чтобы быть рядом. Руку отрубает. Представляете, она коварь ее рубит. Какая боль-то? У нее шоковое состояние. Она... Андреан, Андреан, очнись. Глаза пыл. Он понимает все, что я говорю. Вторую руку рубите. Он за вторую руку получит награду. Руку отрубили. У него уже кровь придет, нос и ворота в том. Она снова... Андреан! Она не почувствует казнить, когда не понимает. Ну ты чувствуешь больно-то? Больно. Так, ногу отрубить, еще и за ногу получит награду. Это не фанатизм. Все натальи должны подражать. Ну, одну дайте, одну. За 1700 лет. Одну. Не одной. А почему? За своих мужей все пились. Шаг не могут без них шагнуть. Да, они к Богу, да и очень ревнивые. Вот как надо, чтобы ты мужа туда притащила. Как мы будем потом жалеть, что не были ревностными? Как будем плакать тогда, если только мы не войдем в Сарство Небесное? А таких возможностей каждому человеку Бог дает много. Много. Мы даже не записываем здесь, что записать боитесь. Сидите, как подмечники какие-то, все в памяти держат. А ты знаешь, у Бога как все сходится одно к одному? Я сегодня расскажу вам. У Бога вся жизнь наша направлена так, чтобы постоянно нас выводить на Его славу. То вдруг мы удивились, пташка какая-то залетела. То святые какие-то растут, мы нюхаем. Через нос покутаются про них и через уши. Вера-то от слышания, а не от ноздрей. То, что-то сладкое, по-моему, какой вкус роду не едал. Да неужели это Бог сотворил? И Бог стучится и стучится. Вообще раз с человеком таким в больнице встретился. Я ему говорила, этому она заинтересовалась. Да таких-то людей сколько в твоей жизни было-то? Кому ты показала образ Христов? Итак, пошли дальше. Пятый стих. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его толкованием. Свет, то есть Слово Божие, светит во тьме. То есть смерти и заблуждений. Ибо Он, и подчинивший смерти, так преодолел ее, что принудил ее изблевать и тех, которых она прежде поглотила. Слово какое-то изблевать. То есть отдает, харгает, изблевывает праведников. И в языческом заблуждении сияет проповедь. И тьма его не объяла. Ни смерть не преодолела его, ни заблуждения. Ибо свет этот, то есть Слово Божие, непреабарим. Вы считаете, видите, жирным шрифтом написано. Почему? Влаженна Трапиларта. Ведь это не день, не два уже. Девятьсот лет это. И нигде никто не выделял. Мы впервые выделили. Это Бог показал. Это особая любовь, пиетет называется. Восхваление Слова Божия. Убрия Кураев, парняк, когда говорят, особый пиетет, пиетет священного писания. Вот я его выделил специально. Прочни его еще раз. Выделено. И в языческом заблуждении сияет проповедь. А у православов не сияет. Слова Божия нет. Вообще нет. Евангелие некоторые не прочитали даже. Вы о себе думаете. Так, дальше. Ибо свет этот, то есть Слово Божие, непреоборим. Некоторые тьмою считали плоть и земную жизнь. Слово сияло и тогда, как стало во плоти и было всей жизни. А тьма, то есть противоположная сила, искушала и преследовала свет, но нашла его неодолимым и непобедимым. Тьмою называется плоть не потому, будто она такова по естеству, да не будет. Но по причине греха. Ибо плоть, доколе управляется законом природы, не имеет решительно никакого зла. Но когда подвигнется за предел природы и служит греху, становится и называется тьмою. Какое толкование. Это у меня одно, а два. Оно. Свет в Бибели нету тьма. Ты в одне живешь, если не читаешь. У вас дома аминтический свет не прорубит эту тьму. Вот как. Я говорю, пришли к аминтистам на собрание наше, а он говорит им, это братья и сестры. Сестра-то не зная говорит, только братья. И Даниил так говорит. Вот сидит у них там, там 70 человек, бабушки. Как одна листик и завистали. Все на одной из Библии. А это бывшая православная. Они сумели приучить. А не, эти люди-то у нее не откутываются. Я была православная, я была. Она ничего не знала. С Библией не расстаются. Вышел свидетель Егова. А уже сказали, свидетель Егова, это незаконно. Ну и вышли казаки. Казаки помогают. Такие, кашкаданы. Тысячи казаков, ни одной лошади. Вот казаки какие. Механизмная колонна, и кроме старого велосипеда ничего нет. Так. Ты в этот дом зачем заходил, они не знают. Я говорил о Боге. О Боге? У тебя книжки есть, он достает Библию. Синодальных переводов. Они схватили ее, Библию, таранули ее и в грязь бросили. Он упал. Парню лет 15-16. Упал на эту книгу, чтобы защитить ее в луже. Лежит. А не давай его пинать. Это наше православное. Еретиков веру обращают. Ради Библии пожертвовал. Мне кажется, этот человек не может умереть, чтобы не принять православие. Им сказали в вашей Библии новый перевод, который мы считали семейный перевод. Он лживый, сектантский. И они сейчас перешли на этот, опять вернулись, чтобы показать. И на счете смотрят православное. У них поп исповедует всех казаков. Поступили правильно. Он еретик. Ну, он-то еретик. А Библия-то. А кто ее знает какая? Говорят, у них не так. Они взяли и посмотрели. Ну, побоялись о сквердиве. Вы же сами говорили. Он попа знает. Попа боится. А Бога не боится. Учат боязливых в озере Огнем. Он все время повторяет. Ни один трус царствия Божия не выйдет. Не важно, кого-то боялся. Президента, или патриарха, или папу, или... Вопреки Писанию. Бояться надо. И родителей уважать, и бояться. Но в каком плане? Понимаете? У нас все извращено. Это что? Это жестокость. Жестокость. Считаю. Шестой стих. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Толкование. Евангелист говорит о предтече, что он был посланный Богом, то есть послан от Бога. И был же пророкене от Бога. Когда слышишь, что он послан был от Бога, то знает, что он ничего не говорил от себя или от людей, но все от Бога. Посему и называется он ангелом. Матфея 10.11 и Малахи 3.1. А преимущество ангела ничего не говорит от себя. Слыша об ангеле, не подумай, что Иоанн был по естеству ангел или сошел с небес. Он называется ангелом по делу и служению, так как он послужил проповеди и предвозвестил Господа, то же сие и назван ангелом. Вот смотрите, я сказал. Писание говорит так. Будьте святы, как я свят. Это не та вершина, которой нельзя достичь в уме. Но Бог делает размерность такую, чтобы вы понимали, что Он требует. Как свят, как Бог. И ангелы, говорит, в ангелах усматривает что-то. И на солнце есть пятна. Но однако, будьте святы. Вот мы идем с Архимандритом, Амросием Юрасовым. Поехали тут он причищать, Томенку. Я говорю, исповедую, ой, говорит, это исповедью. Больше ста человек за ночь. Прижар, Киево-Печерская лава. Центр. В советское время, тем более. Храмы закрыты где-то. Я говорю, и как исповедуется? Ну, надо чаще исповедоваться, чаще прищищаться. Русские люди 4 раза в год только прищищались. Никогда, что каждый день, когда хочу, такого не было. Пост, еще говение идет. Да не так, я захотел, подавай мне. Нет. А люди делаются лучше? Да нет, те же самые. Да хорошо, что ты делаешь-то. Поконяния предполагают, что ты будешь прилагать силы, чтобы не делать того, что есть. Ну, курил я. Сказал, курил, я каюсь. А он, ну, вышел, закурил. Ну, да, что ты богам с этого. Зачем запускаешь? У него рот, не просто рот, не станет. Демонская кадильница. Ян Крошкалский. Демоны. Демоны ему в рот на воск наложили, зажгли, и дым идет. Харь, сравнение-то ужасное. Другой женщине исповедуется где. А ты начни исповедовать, как писание было. Приходили, исповедовали. А что исповедовали? Грехи свои. Грехи-то надо узнать. Вот моя мама, Мария Егоровна. Она из старообрядцев, беспоповцев. Ну, мы приняли, они приняли. И все, крещение, это завершение называют. Приняли. Все как есть. Приезжайте, говорит, я исповедоваю. Она считает, там, по-моему, там, по-каку. Я уж не знаю, еще мать все время. Батюшка исповедовал хорошо. Кто? Поп Никола Дубнов. Еще батюшка спросил, не ела жеравля? Я говорю, ты поймай его сначала. Жеравля. Жеравля-то не курица у тебя на нас есть. Не ела ли жеравля? Да я говорю, он тебя не спросил, что рукой спутники не сбивала, не грызла, не шпал на разъезде. Я тебе могу договорить, и ты нигде не виновная. И она не думает, все, греха-то в этом нету. Я не ела жеравля. Тогда что еще лучше ее спросил уже и говорить не буду. Говорит, какая исповеда? А ты бы сказал так. Ты знаешь такое, что если талант не превращается, один, свяжите руки и ноги и бросьте во тьму. Ну да. Да талант какой, твоя вера. Священник должен сказать, когда ты последний раз читал Библию, считавший каждый день, как Мария, мучаик Марии избрала, а Мария говорит, благую счастье избрала. Теперь, когда ты кому говорила? О Христе. Какого ты привела к Богу? Какое сно в руках принесла? Он исповедует? Об этом нет никогда. Ну-ка, это самое главное. А ты будь вот таким. А ты вот... Он не может быть таким. У него природа другая. Надо подойдиться свыше. А рожденный свыше не грешит. А Ян говорит, там, в третьей главе, а в пятой главе говорит, не грешит, а в третьей главе говорит, и не может грешить. А раз не может грешить, так как не может? Не может, это не его природа. Когда он спихнулся где-то, тогда может он сделать. А когда вновь родился у него перед названием Христос, сияет молитва, пост, он не может грешить. У него нету повода никакого. Как я грехом оттолкну от моего Господа? Как? Ну мы даже не понимаем, что делаем. Я говорю, беседовал не с одним, с двумя, а сидел их, сколько там, в совете, мулы. Я задал вопрос о нравственности, о девственности, сохраненной до брачной ночи. Какой процент? Они меня даже не поняли. А что я спрашиваю? Как? Ну как все? Как все сто процентов? Да. Ты у нас начни исповедовать в седьмом классе, и то найдешь, и не найдешь. Все на тунию буквы алфави тоже залезли. Нам не гордиться надо, а плакать. Будьте святы. А ты что, святой? По благодати, да. А по делам я грешник. Почему? Бог усматривает мысли. А я посмотрел, и мысль меркнула не туда совсем. Что-то заболел, но то ли идти в церковь и нет. Да зато за это меня уже надо ржать. Я должен был нащепереть, когда приползти в храм. Не пропустить. Минимум два раза в неделю хотя бы быть в храме. В субботу вечером кого нету? Размотри. Не ходят уже. Два раза не садил, а третий раз уже засохло. А пятый раз теперь надо сказать, что все виноваты. Ну, маленько, так посерьезнее подойти к этому. Свет миру. Какой вы свет дали? Когда тебе кто сказал или написал, да, через твой проповедь я обратился, полюбил Христа, полюбил Библию, ты мне духовный отец. И ты мне духовная мать. Поднимите руки. Кому когда написали? Понятно? Не хотел бы я бесплодным в трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп, один в руках нести. Я вчера сказал, если бы, которые в интернете ко мне эти слова обращают, у нас было бы здесь людей больше, чем в Мамонтовселе. Семьями приходят, натолкнувшись на наш сайт, на наш Ютуб. Их, кто и мусульман, и евреи, в Иерусалиме. Это Бог, я говорю, да что вы так, а через патриарха сколько, я ничего не знаю, я знаю только мне, которые пишут. А люди это чувствуют. А что? А это искренность. Вот что? Если я говорю о бедности, то я на лимузине, там, на лексусах, на разные ВМВ-линике, не катаюсь. Не об этом. Если за стол я сел, видно, что здесь все как надо. Люди абсолютно все замечают. А как это могли? Так, Бог дал. Бог, благодать. Родись выше. Сначала начни об этом просить. Я рожденный. Господи, я чувствую какая-то такая холодность. Но надо быть горячим. Пламенное сердце. Вы знаете, у Горького этот рассказ в школе извещали танку. Как он вывел из леса людей, которые когда-то потерпели поражение. И в лесу спрятались, теперь живут дети. И кроме слезости, полета, ничего нету. Вывести надо людей. На той стороне лес скончается, и там свободная земля. И ничего никто не идет. А тьма какая. Вырвал сердце, как факел, как сказка. Столуха из Дерги. И вывел. И увидели, наконец, солнце увидали. Целое поколение солнца не видали. Любят, и спрелись, они на низу живут-то. Хилые. И дальше он упал. А кто-то глядит в сердце, как бы еще не загорелось. Свет наступил, раздавил, и побежали дальше. Это нам преподает человека, широкой верой не назовешь. Максим Горький. А в этом глубокий смысл заложен. Готовы ли мы это сделать? С сердца своего факела. И мы должны это сказать людям. Он мне открыл, поэтому я посад вам. И Павел идет. Бывает, где-то и не туда хотел идти. Господь не допустил. И, наконец, во сне, ну на чем мы во сне видим? Моя мама уже старухой была. Я, говорит, один раз во сне видел, как меня замуж выдают. Двенадцать детей, и все. А меня замуж выдают. А сама смеется над собой. Но это так. А ему явился некоторый человек. Македонянин. И прямо говорит, Павел, приди к нам. Помоги. Неверующие люди. Мы ничего не можем сделать. Павел, Савра, собираем. Пошли. Не туда, куда мы хотели идти. А в Македонию. Югославы ждут нас. Вот так. Что значит связь с Богом? Вот Серафим Саровский уловил это. Стижание Духа Святого. Сидите в Иерусалиме, пока не обречете силы свыше. Простите этого. И никогда не ссылайтесь на то, что у меня времени нет. Да мне некогда. Да я неграмотный. Это пустое все. Священник не говорит. Хороший священник. Но у меня таланта нет. Он говорит по-другому. Нигде не написано, что на это тебе не будет дан таланта. Ты почему не говоришь, что мне не дам таланта дышать? Да как не дышать? Я умру. Ты без проповеди умрешь. Никого не влечешь, что умрешь. Это дыхание. Стихтанты или кто-то читает Библию на полсловия об армении. И сразу слушай, что он считает. Он считает не свое. Он считает Слово Божие. Считай. Седьмой стих. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дамы всех уверовали через него. Толкование. Неужели же все не уверовали через него? Сколько от него зависело? Он свидетельствовал для того, чтобы всех привлечь. А если некоторые не уверовали, то он не заслуживает порицания. И солнце затем восходит, чтобы всех осветить. Но если кто, запершись в темной комнате, не пользуется лучом его, то уже ли в этом виновно солнце? Ну, меня даже батюшка спрашивает. Ну, ты говорил там, ты знал, что люди не примут? Ну, предполагал, но не знал. А как раз в этом отчасти человек обратился. Да обратился никогда, я говорил, а ровно 6-12 лет. Уехали в Америку. Машина застряла. Пошли за деталями. А он один остался. Один ночевать там ходит. Ходил и стал вспоминать, как мы встречались. Я почему-то сразу мысляю о вас. И вы говорили о тысячелетии царствия. Я был против. А сейчас подумали, как открылось. Да что же мы делали-то? Другого-то нету толкования. А царты расти до жадбы той-другой. Жадка кончина века. Никаких восхищений не будет. Один, никого нету. И семя через эти 12 лет дало росток. И он и бороду отпустил, и все. Он что, баптист? По названию баптист он уже все православное принял. И женщин своих там отделают. Я не знаю только. На него нападают. Говорят, меня на меня только плащили все, на меня свои. А наши-то люди. И он вышел. Там 15 часов у нас. Открытый бог. То, как обратился к Богу. И он стал считать. Бабушка. Обратилась. Мария Яковлевна, Моногаева. И телефон. Вы замерите. Так. Мария Яковлевна, это ваше? Это не Игнати написал? Нет, я сама. А ты кто? Я в Америке, я баптист. Баптист, да хуередики. Она ему сразу же, ты еретик, переходи к нам. Сразу же его. Ну, она начала ему говорить. И потом она сама рассказывает, как ее Господь Космосов. Бабушка. Из полиции не вылазит. Но я успела ему сказать, что баптисты это не церковь. Церковь это православие. Ты прими ее. Не к себе у нас нельзя звать себя. Да тем более в Америке. И вот, пожалуйста. Почему? Потому что она пропиталась этим. А там, говорит, церковь, я столько раздала Евангелие. Чуть-чуть полегче, у тебя пошла по... Чуть не сказал, по камеру. По палату. Восьмой стих. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Толкование. Светом мы можем называть каждого из святых. Но светом в данном значении не можем назвать. Например, если кто тебе скажет, Иоанн есть ли свет? Согласись. Если же спросит так, уже ли Иоанн есть он и свет? Скажи нет. Ибо сам он не есть свет в собственном смысле, но свет по причастию, имеющий сияние от истинного света. Вот так и святость. Покажи святых. Я покажу. Я покажу. Вот они святые, собрались. Потому что не грешат. По природе где-то да. А мы, избранные, приняли крещение, освящены и называются святыми. Как грех у тебя не тянет. Ты еще раньше любил... Сейчас смотрим. Ну неужели это на черт такое было-то со мной? А другая природа. Верующий не грешит и не может грешить. Он не может, потому что это не его природа. Сравнение делать. Ты свиней держал, ты видел, как ее выпустишь, она на улицу выскочила, а там дождь прошел. Она прямо в грязь сразу легла. Овечку гнали, но ее столкнули. И она попала в грязь. Так она отряхнется, отряхнется. Сколько времени. Потому что это не ее природа. Ну ее столкнули, подтолкнули, там не заметила. Вот и весь ответ. Природа другая. Не свинящая. Девятый стих. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Толкование. Сколько зависит от него самого, он просвещает всех. Самого с большой буквы. Ибо скажи, пожалуй, разве не все мы разумны? Разве не все по природе знаем добро и противное ему? Разве не имеем способности через размышления о тварях познавать Творца? Посему разум, данный нам и наставляющий нас природой, который и называется законом естественным, может быть назван светом, данным нам от Бога. Если же некоторые худо воспользовались разумом, те сами обращили себя. Этим он не спровергает елесть Футина и Павла Самосадского, утверждавших, что единородный тогда получил бытие, когда родился от девы, а прежде всего не существовал. А ты, арианин, не признающий Сына Божия истинным Богом, слушай, что говорит евангелист, свет истинный. И ты, манихей, говорящий, что мы созданы злым Творцом, слушай, что свет истинный просвещает всякого человека. Если злой Творец есть тьма, то он не может никого просвещать. Понимаете, как этим стихом он, сколько базаритиков, и каждому отдельно. Вот в этом стихе ты виноват, в другом, а ты вот это, а ты вот это, а ты вот это. А так как надо записать? То есть перед ним не просто буквы плыли, а он видел этих людей, и каждому этот стих необходимо правильно понять. Так, все на сегодня.